Музыка Эфир канал ОТС продолжает программа Экстренный вызов в студии работает Мария Никитина Здравствуйте В Краснозерском районе Новосибирской области Приговорили извергам, который едва не убил 6-месячного ребенка Мужчина был пьян, а детский плащ ему якобы мешал отдыхать Как выяснили следователи, Виктор Данилов четыре раза ударил младенца кулаками по голове Малышка чудом выжила, однако получила тяжелые травмы Как они скажутся на ее здоровье в будущем, неизвестно Осужденному также припомнили его былые преступления В 2017 он изготавливал огнестрельное оружие в собственном гараже В итоге Данилова отправят в колонию на 4 года и 2 месяца К тому же он должен выплатить штраф 100 тысяч рублей К другим темам в Берске арестовали мужчину, которого обвинили в педофилии Подробности дела не разглашают, поскольку речь идет о половой неприкосновенности несовершеннолетних Однако местные СМИ вспомнили, как несколько дней назад в одном из магазинов города Покупатель недвусмысленно приставал к третьеклассницам, которые стояли в очереди у кассы Камеры торговой точки зафиксировали этот инцидент, ролик уже изъяли правоохранители Есть сведения, что персонажа в свое время судили за подобное преступление Как минимум до конца июля он пробудет в изоляторе Резонансное дело о масштабных хищениях в клинике Мишалкина дошло до суда Первым перед Фемидой предстанет заместитель директора медучреждения Евгений Покушалов Который ранее согласился сотрудничать со следствием и возможно поделился информацией о своих подельниках Известного кардиохирурга Евгения Покушалова задержали зимой 2019-го Его обвинили в махинациях с госконтрактами на астрономическую сумму Причем сначала заместитель директора клиники отрицал свое участие в теневых схемах Но посидев в СИЗО, член-корреспондент Российской Академии Наук изменил свою позицию Заключив с прокурором досудебное соглашение Дело Покушалова выделили в отдельное производство А его самого перевели сначала под домашний арест, а потом и вовсе отпустили под подписку По итогам расследования управленцу вменили особо крупную растрату По версии следователя регионального управления Федеральной службы безопасности России Заместитель директора учреждения в период с 2015 по 2018 год Совместно с другими участниками и руководителями коммерческих организаций Создал под контролем фирму условия для победы на аукционах, проводимых учреждениях В целях закупки медицинских товаров Таким способом удалось похитить бюджетные денежные средства в размере почти 2 миллиарда рублей В роли предполагаемых подельников ученого-медика выступили директор клиники Мишалкина Александр Кораськов с супругой Ириной Бойцовой Они пока находятся под следствием Обвиняемые уже выплатили порядка 960 миллионов в качестве возмещения ущерба Кроме того, Фемида обратила в доход государства одну из квартир Покушалова в Нью-Йорке Теперь кардиохирург сам предстанет перед судом И, вероятно, сможет рассчитывать на рассмотрение дела в особом порядке Который предусматривает значительное смягчение наказания Ранее оправданный директор опытного завода вновь предстал перед судом Доказавшему свою невиновность в налоговых махинациях управленцу На этот раз вменяют невыплату заработной платы По версии следователей регионального следственного комитета Российской Федерации Руководитель предприятия с 1 октября 2016 года по 11 сентября 2018 года При наличии реальной финансовой возможности не выплатил работникам заработную плату Денежные средства он направлял по договорам контрагентам В результате перед 50 работниками организация образовалась задолженность в размере свыше 11 миллионов рублей Два года назад Станислава Иваницкого обвиняли в том, что он скрывал средства от налоговой Но тогда все закончилось оправдательным приговором И сразу после финала процесса в отношении директора возбудили новое уголовное дело На имущество фигуранта вновь наложили арест Сам Иваницкий ранее заявил, что его преследование связано с попыткой рейдерского захвата предприятия Мы же посмотрим, что произошло у наших соседей Рубрика «Территория Сибирь» далее в программе На Алтае следователи регионального войска возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на трассе В лобовую аварии сошлись Ниссан и Субару Пять человек погибли сразу, включая 14-летнего подростка Выжила только 16-летняя девушка в крайне тяжелом состоянии Ее забрали медики А в Тюмени двое уголовников попались в руки полицейским спустя пять лет после совершения преступления Двое сводных братьев умудрились дважды напасть на один и тот же пункт приема металлолома Сначала, угрожая ножом сотрудницы, они забрали из кассы 30 тысяч рублей Во второй раз в качестве аргумента подельники использовали электрошокер Действуя по той же схеме, они похитили еще 50 тысяч и сняли с женщины золотые серьги В результате родственникам предъявили обвинение в грабеже и разбое В Иркутске на скамью подсудимых отправятся сразу 9 человек Следком возбудил дело по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» Почти год предприниматели от сферы ЖКХ получали незаконное вознаграждение от подрядчиков-коммунальщиков Те должны были обслуживать полторы тысячи домов, но платить и так называемые откаты До 5 миллионов рублей ежемесячно, в противном случае они лишались контракта По делу провели уже 52 обыска, у основного фигуранта арестовали имущество на внушительную сумму Улов сотрудников ДПС Томска тоже впечатляет Они остановили автомобиль для проверки и в багажнике обнаружили 6 мешков с рыбой Среди экземпляров нашлась даже запрещенная к вылову стерлить Водитель признался, что браконьерничал исключительно для себя и из любви к рыбалке Теперь это хобби может ему выйти в штраф под полмиллиона рублей Новосибирские наркополицейские поймали продавца и покупателя синтетики Сразу же после совершения сделки Теперь оба подозреваемых рискуют оказаться в колонии на долгие годы Сыщики долго ждали этой встречи Обычно торговцы зельем не рискуют и оставляют сверток с товаром в укромном месте Но этот человек, похоже, ничего не боялся и встретился с мелкооптовым покупателем лично Мужчина передал 17 граммов порошка своему визави, получил оплату и тут же был обезврежен Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Новосибирской области Установлен и задержан 32-летний гражданин, осуществлявший сбыт наркотических средств синтетического происхождения на территории города Новосибирска Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» У одного из домов в Ленинском районе Новосибирска после сбыта наркотических средств Еще 17 граммов синтетики оперативники отыскали в автомобиле продавца А самая удачная находка ждала сыщиков в его жилище Почти полкило порошка, уже приготовленного к сбыту Рядом хранились высокоточные электронные весы и упаковочный материал Разумеется, задержали и покупателя за приобретение запрещенного зелья Он уже был судим за кражу, а теперь рискует получить 10 лет колонии по 228-й статье Перспективы продавца еще хуже Ему грозит лет 25 И последнее больше часа пожарные боролись со стихией Вблизи станции из Древой в Новосибирском районе На улице 9 января вспыхнул частный дом К месту ЧП даже подошел пожарный поезд Он бесперебойно подавал воду, пока спасатели тушили пламя И разбирали рухнувшие конструкции жилища и сараев Несмотря на серьезность ситуации, жертв нет На соседней участке огонь не пустили Ближе к вечеру расчеты МЧС Доложили о ликвидации открытого горения Предварительно общая площадь пожара составила Почти 250 квадратных метров На месте работали 32 человека и 8 спецмашин А это улица Хилокская в Новосибирске Рядом с газовой котельной Загорелись строительные вагончики Пожарные прибыли на место в считанные минуты Обошлось без пострадавших и здесь Местные жители сразу же предположили, что виной всему детская шалость Однако официальной версии еще нет назначенной экспертизы И у нас на этом пока все Если вы сняли происшествие или преступление Присылайте видео на «Мы покажем его» в эфире Адрес электронной почты 310-2005-собака-от-с-тв.ру В студии работала Мария Никитина Берегите себя, оставайтесь на нашем канале Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин